Я рос в обычной семье, мама у меня была религиозной и часто таскала меня в церковь. Но став подростком, я больше не хотел ее слушаться, я сомневался в существовании бога и увлекался оккультизмом. В какой-то момент я пришел к выводу, что лучший способ понять, действительно ли бог существует, увидеть, существуют ли демоны. Я начал собирать книги о колдовстве и демонологии. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что был глуп, но тогда я не понимал, во что ввязываюсь. Я начал читать эти книги и приглашал демонов войти в мою жизнь. Я читал отрывки из книг вслух, повторяя длинные списки демонических имен. Я рисовал сатанинские символы на стенах и полу своей комнаты и читал различные заклинания. Но демоны не появлялись в моей жизни неожиданно. Они проникали постепенно, незаметно приближаясь. Я не обращал внимания до тех пор, пока не стало слишком поздно. Сначала мне стали сниться кошмары. Я просыпался посреди ночи и слышал слабые звуки смеха или шепота. Мне казалось, что это могли быть соседи или мое воображение. Потом ситуация стала еще более странной. Иногда я просыпался парализованным, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Порой мне казалось, что моя кровать перемещается. Я начал меняться. Постоянно ходил усталый, был раздражительным и часто сердился. Родители начали замечать мое странное поведение и отвели меня к психологу, но он ничем не смог мне помочь. Однажды ночью я проснулся, когда луна полностью озаряла мою комнату. Я чувствовал себя очень странно, как будто меня вырывали из обычного мира. Мне казалось, что я нахожусь в вакууме. Я посмотрел вниз и понял, что мое тело висит над кроватью в воздухе. Вдруг я почувствовал, как что-то схватило меня за ногу и начало трясти как куклу. Я метался из стороны в сторону. Одно мгновение я видел одну часть комнаты, а уже через секунду другую. Перед глазами все плыло. Я испугался. Что-то или кто-то пытался меня убить или вытрясти из меня душу, я не знаю. В конце концов, сущность, которая держала меня, перестала меня трясти. Я почувствовал, что оказался прижатым к потолку, словно меня пытались раздавить. Потом внезапно меня отбросило на кровать. Я почувствовал, как что-то тяжелое навалилось мне на грудь. Словно какая-то невидимая масса навалилась на меня и грудь становился все тяжелее и тяжелее. Меня парализовало. Я с трудом мог дышать. Помню, в голову мне тогда пришла мысль, что это ведь всего лишь сон, и все скоро закончится, и я проснусь. Но потом я услышал звук, который никогда не забуду. Я услышал треск своей собственной кровати, которая начала разваливаться под возрастающей нагрузкой. И все это происходило в реальности. Приложив невероятные усилия, я вырвался из невидимой хватки, рухнул на пол и выбежал из своей комнаты. Я прибежал в комнату матери и разбудил ее. По моему тяжелому взгляду, она поняла, что я не вру, и разрешила мне переночевать у нее в комнате. На следующее утро я знал, что мне нужно делать. Я вернулся в свою комнату и собрал все оккультные книги и материалы. Потом я вынес их на улицу и сжег в ближайшей мусорке. Я очистил от всех символов стены своей спальни и больше никогда не спал в этой комнате. После этого ничего подобного со мной больше не случалось. Думаю, демонические силы упустили тогда свой шанс уничтожить меня, и с тех пор больше меня не беспокоили. Верю ли я в Бога сейчас? До сих пор не уверен в этом. Но одно я знаю точно, в этом мире есть злые сущности, которые хотят причинить нам вред. И не надо приглашать их в свою жизнь, потому что они с радостью откликнутся на ваше предложение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok